Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. И сегодня мы с вами продолжаем играть в People Playground, сегодня мы с вами продолжаем издеваться над нашими ненастоящими людишками, роботишками и заниматься различными другими делишками, друзья. Ну и сегодня мы, так сказать, продолжаем смотреть на обновление, которое вышло недавно. Ребята, что оно вышло только в бета-версии, вам нужно зайти в Steam, нажать на игру правой кнопкой мыши, там что-то бета-версии и что-то туда-сюда. И там выбрать бета-превью или что-то в этом роде, но я думаю, что вы разберетесь. Поэтому как-то так. Это еще не финальная релизная, так сказать, версия. В общем, сегодня я хочу показать то, что я еще не показал, потому что я, ну, как говорится, не все вам показал, оставил на сладенькое. На самом деле я просто забыл вам все, пока кошка пришла тут. В общем, смотрите, теперь у нас от выстрелов, допустим, мы берем, например, базуку. От выстрелов, смотрите, у нас остается след и на самой, допустим, базуке, и на земле, на поверхности. Не знаю, на всех ли поверхностях. Кстати, по-моему, звук базуки стал другой. Так, допустим, если мы возьмем машину, сделаем вот так. Да, смотрите, машина тоже грязнеет. И это, кстати, прикольно выглядит. То, что появляются следы от взрывов, это прям красиво. То есть мы можем, допустим, бомбу поставить. От нее след будет. Вот эту бомбу. От нее тоже след. Ну, то есть красиво, реально. Это сделано прикольно, и, как мне кажется, это прям реально, реалистично и круто. А бочечка, а бочечка, ну-ка, 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 ну-ка. Кстати, от бочки, походу, не остается. Хотя, может быть, остается, может быть, просто не всегда. Также у балочки, у балочки, у балочки вот этой появилась новая текстура. То есть если она была только красной, теперь у нас есть такая серая, металлическая такая прям текстура. Текстура металла тоже неплохо. Тоже, как говорится, красиво, ребят. Ну и самое важное, что мы с вами сегодня будем делать, мы будем проверять на прочность вот эту кирпичную стену и также кирпичные домики, которые начали уже строить, блин, мододелы. Там даже есть домик от разработчика, официальный домик, так что это интересно. Самое первое, что я хочу проверить, ну, во-первых, давайте проверим, какое-нибудь огнестрельное оружие сможет ли пробить его. Скорее всего, нет. И это, кстати, печально. В принципе-то... А я, кстати, не знаю, ребят, огнестрельное оружие, оно же по факту может, да, пробивать кирпичные стены? Или же нет? Причем, смотрите, кажется, как будто оно пролетает. Но нет, дорогие друзья. Но, как говорится, не так. Так, тут можно, кстати, зажимать. Я, знаете, по старинке нажимаю несколько раз. Не, ну не пробить, смотрите, вообще ноль реакции. Так, стрелы. Стрелы просто отлетают. Понял, понял. Блин, столько стрел. Надо их удалить. Так. Диггл. На Диггл тоже все равно. А вот, кстати, дисассемблер. Вот это, кстати, интересно. Опа. То есть, с какого-то раза он убирает полностью стену. Но, кстати, плохо, что он ее убирает именно полностью. Было бы прикольно, если бы он мог кусочки, знаете, по кусочкам разбирать. Но, может быть, сделаю. Так, кстати, от огнемета спасает? Нет, от огнемета не спасает. Так, блин, мужик, прости, пожалуйста. Мужик, ты был хороший человек. Ты был хороший мужик, но, к сожалению, всему приходит, как говорится, конец. Так, идем дальше. Но здесь проверять пистолет нет смысла. Это мы с вами уже проверяли. А вот это, кстати, возможно, возможно, пробьет. Я, кстати, не помню. По-моему, мы тоже проверяли, но... Раз. Да, два. И все, дорогие друзья. То есть, в принципе, три выстрела хватает, чтобы уничтожить полностью вот эту вот стену. Вот эту вот, как говорится, стену. Так, давайте ставим еще мужичка. Так. Проверяем дальше. Миниган. Тихо. Миниган. Блин, вот так своришь, как будто ее уже нет, этой стены. Но она есть, ей все равно... Блин, ребят, посмотрите, какой красивый дым. Вот это вот такой красненький дым. Красивый, красивый. Но, к сожалению, миниган тоже не может пробить эту стену. А было бы круто. Мне кажется, надо что-то там подправить разработчику. Так, ППШ. Это понятно. Так, ну тут тоже все понятно. Раз. Раз. Два. Просто тупо уронил. Просто тупо уронил. Мне кажется, знаете, что нужно еще разработчику? Добавить возможность приклеивания. То есть здесь я бы именно нижнюю, знаете, часть приклеил бы к полу, как фундамент, так скажем. Но, к сожалению, это не предусмотрено разработчику. Так, берем человека. Берем человека опять. Так. Ну, в принципе, здесь что осталось? Вот эта штучка, она отлетает. Дробовик. Слабоват. Так. Понял. Ну и дальше, в принципе, смысла смотреть особого. Как говорится, нет, друзья. И давайте тогда перейдем к самому, в принципе, интересному. Смотрите, как теперь можно делать просто. Мы берем. Пишем. А вот так вот. Так, почему только два домика? Я на три подписывался. Не понял. Ну ладно. Так. Есть вот такой вот у нас. Брикшет. Если не ошибаюсь, его сделал разработчик. Зуи. Такой вот микродомик, да? Назовем это так. И он полностью должен разваливаться. По идее, полностью должен разваливаться. Давайте мы насуем сюда людишек. Типа, они такие, типа. Ну, привет, как дела? Так, тут мужичка. Тут мужичка. Даже тут мужичка поставим. Даже тут мужичка поставим. И тут мужичка поставим. Итак. Кстати, смотрите. Это он сделал просто большой такой кирпич. И, дорогие друзья, въехал танк. Приехал, как говорится, танчок. Танчелло. Танчелидзе. Называйте, как хотите. И напал вероломно. Блин, это было слишком быстро. А вот это не ломается почему-то? А, не, ломается. Ой-ой-ой-ой. Бедный бужик. Блин, чё они так? Вот мне не нравится у танка, что у него так слишком жёстко как-то... Как называется-то? Рикошетят его снаряды. Такая сина замедления. Блин. Там мешается вот эта штучка. Вот эта. Вот эта штучка мешается. А если вот так вот? Куда он попадает? Непонятно. Непонятно, куда он попадает. Ладно. Так, давайте ещё раз. Подождите. Бари. Да, ё-моё, ребята. Не так уж это. Это и просто, понимаете. Так, опять же. Берём этот же домик. Ребята, знаете, что я хочу сделать? Я хочу, чтобы... Танк чисто по нему проехался. Чуть повыше, чуть повыше. Во, вот так вот. Хочу, чтобы танк чисто по нему проехался. То есть здесь у нас люди. Здесь люди. Здесь пара человек. Здесь. Здесь. Берём танчеллу. Берём танчеллу. Запускаем. Блин, ну разваливается реально прикольно. Ну-ка. Блин, ну у него... Что? Что? Как? Чего? У него проблемы с палкой, дорогие друзья. Ну, в общем, как-то так. Хорошо. Хорошо. Так. Опять же, вводим брик. 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 Да где буква К? Вот она. Так. Опять давайте этот же домик. Только знаете что? Вообще сейчас без людей я хочу очень быстро разогнать машину. Ну просто стандартную. Без всяких ускорителей. И посмотреть, как она... Как она въедет и что будет с домом. Ну-ка. Блин, к сожалению, ничего. Так а если вот так вот? Если мы ей поможем, как говорится? Нет, слабовато. Понял, понял, принял. Тихо. Да, вот этого хватило, но как-то хреново. Не, надо все-таки немножко, мне кажется, ребалансить. Все-таки, мне кажется, кирпичную стену машина на полной схожести в принципе-то пробить может. Я, конечно, не эксперт. Ладно, ребят. Давайте теперь посмотрим кирпичный дом от свита. Ломающийся кирпичный дом. Distractable break house. Если по-русски. Если по-английски точнее. Так. Вот такой домик. Причем, смотрите, у него он прям выглядит прям солидно. Смотрите, у него, то есть, вот кирпичные, как называется, кирпичные стены, да? Еще плюс сверху и снизу кирпичный такой слой с трубой. Тогда туда-сюда. Так, давайте сюда-туда расставим мужичков. Расставим мужичков. Так, здесь мужичок. Здесь. Что-то не встать. Здесь мужичок. Ударился. Здесь мужичок что-то делает. Здесь и здесь. Так, и давайте чисто сами его будем расстреливать сейчас. Из, например, например, из базучки. Из базучки, из базучки, из базучки. Так, ну-ка. Давайте, конечно, на замедлении. На! Правда, без звука. Слишком много деталей. Вот у свита всегда до хрена деталей. На! Прям через дырку. Блин, слушайте, а прикольно. Мне нравится все-таки вот. Разработчику все-таки респект. При всех его непонятностях, да? Я ему респектую. Я ему респектулю кидаю нормальную такую. Так. Там чуть не ломается, кстати. Да, опа. Хорошо. Сюда. Сюда. Ой, мужик, мужик. Хороший был человек. Второй человек тоже был хороший. Ну-ка. Блин, что-то я всех людей случайно мочу. Написано, кстати, вроде бы называется fully destructible. Но я не знаю, можно ли его сломать полностью. Мне кажется, какие-то части у него все-таки останутся. А если прям чисто вот так бомбардировка, ребят. Давайте сверху постреляем. Вот это нормально, так бомбежка. Звука жалко нет. Из-за того, что, блин, деталей много слишком. Так, ну разбомбили, по-моему, знатно. Так, кое-что еще осталось, я вижу. Некоторые, как говорится, части... А, и все-таки он будет падать, да? Да, все-таки он падает. Только столбы, походу, стоят. Да, ну разбомбили, в принципе-то мы его знатно. Разбомбили мы его знатно. А знаете, что еще интересно? Так, давайте мы опять же поставим... Brick. Вот этот же домик. И попробуем просто взорвать недалеко. Недалеко ядерную бомбу. Ядерную бомбу, да? Ядерную помпу. И посмотреть, что же из этого выйдет. Ну-ка, где-нибудь здесь. Не понял. Не понял. Там же были части, которые зафрижены, по идее. Или там ничего не было зафрижено? Серьезно? Вот это прикол. Ну-ка. А, там ничего не зафрижено? Ни хрена себе. То есть... А, я понял. Те палки стояли, потому что они не... Как называется-то? У них нет коллизии. Блин, ну это прикольно, кстати. Ладно, ребята. Я буду с вами сегодня прощаться. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свои большие пальцы вверх. Пишите свои комментарии. И тогда новая серия по People Playground не заставит себя долго ждать.